Одно из направлений федеральной программы оздоровления Волги – ежегодное пополнение рыбных запасов. Вчера сотрудники Химпрома под наблюдением экологов выпустили в районе речного порта более 40 тысяч мальков-стерляди. Когда-то эту царскую рыбу можно было поймать на обычную удочку. Стерляди было много, и без нее не обходилась ни одна уха. Но строительство гидростанций, создание больших водохранилищ, браконьерство нарушили природное равновесие. Популяции стали исчезать. Эту рыбную мелочь привезли в Чувашу из Подмосковья в специальных контейнерах, сохраняющих нужную температуру воды. Специалисты из Росрыболовства проверили качество и количество мальков. Каждая особь весила в среднем 10 граммов, и размножаться она начнет года через 3-4. Подорвали запасы популяции стерляди, и сейчас стерляд находятся в Красной книге Чуварской республики, и Красной книге Мариэл, Татарстана, то есть практически всех субъектов. Был массово истреблен как раз период перестройки, период развала СССР, массовое браконьерство в первую очередь, неконтролируемый промысел в промышленных масштабах. Ну и естественно и любительское рыболовство тоже. Любители тоже ловили стерлядь. Все это нанесло популяции стерляди на территории Чуварской республики в данный момент большой ущерб. И вот это мероприятие как раз оно направлено на того, чтобы восполнить водно-биологический ресурс, восполнить популяции стерляди на территории Чуварской республики. Оздоровлением Великой Русской реки занимаются все Поволжские регионы. Один из активных участников процесса зарыбления – коллектив Химпрома. Огромную полезную работу, скажем так, выполняю в плане того, что все-таки рыба хорошая. И дай бог, чтобы она прижилась большей частью здесь на Волге. И чище будет все-таки рыба донная, и очищает, и сам водоем. То есть и зелени меньше будет. Ну, самое главное, что могу сказать. Чем больше выживет, тем лучше. Сегодня пример, который показывает Химпром – это такой пример ответственной политики, корпоративно-социальной ответственности. Безусловно, химики учитывают научные исследования и рекомендации Росрыболовства. Помимо стерляди, в различные водохранилища в этом году выпустят молоть толстолобика. Ульяна Пятакова, Республика.